Привет, привет! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на канал. У меня немножко голос простыл, поэтому, возможно, покажется очень неприятным и нудным голосом. Но я прошу прощения заранее, поэтому, если вас не разражает такой голос, то оставайтесь со мной. И сегодня я хочу с вами поделиться, какие покупки я сделала в последнее время с китайских сайтов AliExpress. Потом еще парочку новых китайских сайтов, которые я впервые заказываю. Не знаю, один называется Wish, а второй даже не помню, как называется. В общем-то, все, что я вам сегодня покажу, я оставлю все ссылки под видео, где я это покупала и как называются эти магазины. Но, в общем-то, товар китайский. И я думаю, что, возможно, это видео затянется так же длинное, как у меня это обычно получается. И, в общем-то, если вам интересно, какие китайские товары я себе приобрела в этот раз, то записайтесь с чашечкой чая или кофе и оставайтесь со мной, давайте посмотрим, что тут есть. Первое, с чего я начну. Это с одеждой. И, в общем-то, первая вещь, это на мне рубашка в стиле, винтаж стиле, наверное, так это правильно звучит. И она идет мне абсолютно по размеру, все впритык, впритык. Видите, какой интересный у нее принт, вишенки и вот такая полоска. Возможно, даже немножечко она могла бы быть на размерчик больше. Может быть, не то, чтобы больше на размер, но, наверное, как-то в груди чуть-чуть бывает так иногда притесновато. Ну, ладно. В общем-то, вот воротничок такой, немножко как полукруглый. Ткань очень нормальная, скажем так. Это стопроцентный катон, по-моему. Гладится легко, стирается легко. Сидит она на мне вот так. Она идет, видите, таким полукругом. Вот так это выглядит на мне. У меня размер S. То есть я оставлю, наверное, под видео, какой размер точно заказывала я. Но мой размер всегда, в основном я заказываю одежду, а размер S, если я хочу, чтобы было как-то там прям облегающе, притык, все так. А если я хочу, чтобы было что-то побольше, то, в общем-то, заказываю что-то побольше. Размер M, да, например. В общем-то, я могу оставить свои параметры под видео в описании и можете ориентироваться на эти параметры. Да, рубашка была запакована нормально в пакет. Ничего не повредилось. Кстати, у нее есть бирочка, да, этикеточка там сзади, вот как обычно бывает. Сейчас не помню, что там написано, но какой-то бренд написан на звание, да. И что еще есть? Да, есть вот эта вот штукенция, где говорит о том, что машинки стирать при 40 градусах. Ну, в общем-то, как мини-инструкция. Следующее, что я вам покажу, это будет такая маечка. Велюровая маечка. И я скажу, что она, в принципе, ничего себе так за свою цену. Кстати, рубашка тоже была очень дешевая, в пределах 7 евро, что ли. Ну, в общем-то, вы увидите по ссылке, сколько она стоила. Вот эта маечка тоже стоила там что-то дешево совершенно. Она рюликсовая, приятная к телу. Да, кстати, немножечко есть где-то какие-то ниточки вот торчат, которые, ну, не критично можно обрезать. На рубашке практически ничего нигде не торчало. Вернусь опять к рубашке. И все строчки практически все ровненькие. Ну, в принципе, за свою цену это просто идеально. Ну, как я. В общем-то, на это смотрю. Да, вернемся к этой маечке. Маечка также в размере S. Ну, ничего. Сидит приятно на теле. У нее с изнаночной стороны вот, как бы, ну, такое приятное, в общем-то, не знаю, приятная нить. Не знаю, что за состав. Здесь никаких эмблем, этикеток и прочего здесь нет. Да, и было это упаковано также, ну, в целлофановый пакет, там, еще какой-то пакет. В общем, все дошло нормально, ничего не повредилось. И под брючки, под юбочку можно даже на какую-то рубашку надеться. Можно без ничего, просто на нижнее белье. То есть смотрится и так, и так выигрышно. Советую как рубашку, так и вот эту маечку. Кстати, по поводу рубашек, там огромное количество расцветок. То есть не только я выбрала именно вот вишенки, но я подумала еще одну какую-нибудь заказать, потому что там огромное количество расцветок и мне, в принципе, понравилось. Что касается этой маечки, также есть, по-моему, еще два дополнительных оттенка, по-моему, пудровый, бежевый и еще какой-то, сейчас не могу вспомнить какой-то. В общем, советую за такую цену и можно поносить, купить и поносить. Следующее, что я вам покажу, это более такая, как в спортивной части надежды относятся, да. И скажу, что стоила также очень доступно в пределах 4 евро или до 4, что-то 3 с копейкой, по-моему. Я выбрала такой оттенок, мне понравилось удобно, я уже надевала, ношу дома под рубашку, вместо нижнего белья, скажем так. Тянется приятное к телу, форму держит. Вот так вот сзади выглядит. Здесь есть чашечки дополнительные, да, в районе груди, что очень даже, ну, держит такую форму, естественную, красивую, будем так называть. И, в принципе, их можно вытащить отсюда, вот видите, есть такие здесь отверстия. В общем-то, мне понравилось и я также могу посоветовать, кому интересно такая вещь. Сейчас не помню, возможно, там есть несколько цветов, а может быть и нет. Сейчас я не могу сказать, но, в общем, пройдете по ссылочке и увидите. Возможно, есть несколько оттенков, я выбрала именно этот оттенок, потому что я еще жду брюки. Ну, не брюки, а, да, спортивные леггинсы, вот такого же оттенка, в принципе, ну, как костюм. Следующая, это будет такая кофточка, водолазка. Я ее только что сняла с сушилки, в общем-то, она была постирена. Я ее успела уже пару раз поносить и, в общем-то, постирала. Что скажу, после стирки она не изменила форму. Все та же. Можно наблюдать ее вязку. В общем-то, тянется. По-моему, это идет в одном размере. Да, на мой размер это подошло, ну, в общем-то, как обычная водолазка. Ничего в ней особенного нет. Единственное, что я скажу, да, она приятная к телу. Состав у нее, ну, точно там не какой-то там натуральный, пренатуральный, но к телу очень приятный. Цвет, как видите, вот, пудрово-розовый, пудровый, не знаю, какой это оттенок, но, в общем-то, вот, как видите, такой приятный и в тренде, будем так называть. Что мне не нравится, мне не нравятся вот эти боковые швы, в которых именно на горлышке, да, вот горлышко, вот это оно не является, вот, чтобы прям сплошным было. Ну, не знаю, может быть, это и ничего, вот эти хлястики, хвостики, может, можно как-то их припрятать, чтобы их не видно было. В принципе, когда ее надеваешь, там, особо их незаметно, вот эти там торчащие какие-то хвостики, мне кажется, если их обрезать, вдруг она пойдет распускаться. В общем-то, стоила она недорого, и поэтому, если кому интересна вот такая поддевка водолазка, то, ну, могу посоветовать, да. Ну, не скажу, что она какая-то супер-вау, ну, нормальная, ничего особенного, но ничего прям плохого у меня нет. Следующее, что я вам покажу, это будут шортики, зимние шортики. Производитель заявлял, что здесь материал стопроцентная шерсть. Кстати, скажу, что на шерсть здесь как-то мне не смахивает, не знаю, мне не это самое, не думал, что здесь шерсть. Как видите, здесь есть вот какие-то этикетки, какие-то названия коллекции. Внутри также есть вот названия этой коллекции. Но, к сожалению, я брала по своим параметрам. Вроде бы должны были подойти, но они немножко мне все-таки шерстковаты, вот именно в поясе. Ну, я могу застегнуть, но это уже идет с такой натяжкой. И, в принципе, я не хотела, чтобы такого фасона шорты были, да, зимние. Тем более, мне их нужно надеть на колготки, так полагаю. Ну, в принципе, да. И, знаете, будет проблематично их застегнуть, поэтому... Фасончик вроде бы ничего, и сел на мне ничего. Я не скажу, что плохо совсем, но они, к сожалению, не сошлись. Ну, не в поясе, как хотелось бы. Поэтому, да, немножко присутствуют где-то торчащие нитки, которые нужно будет обрезать. И, что я хочу сказать, карманчики вот есть. Нормальные, полноценные. Здесь как бы одно обманки. Вот такой заворот здесь. Ну, в общем, стоили они 6 евро, по-моему. Ну, для 6 евро можно было бы поносить. Вот есть эти вот штуки, ансей, для пояса, ремня какого, как аксессуар можно надеть. В принципе, сидели, сидят они на мне неплохо. Единственное, что вот здесь туго сходятся. Поэтому носить я их не буду, но порекомендовать за 6 евро могу. Следующее, что я покажу, это будет пальто. И заказала я его из какого-то китайского сайта, который мне неизвестен. Ну, в общем-то, это сработала реклама на меня. И вот такое вот пальтишко. Пальтишко размера длинной миди. Красного такого цвета. Ну, в принципе, приятный красный цвет. На модели он сидел очень красиво. На мне, да, кстати, я не успела его разгладить. Возможно, у него бы разглаженным было более презентабельный вид. Но, в общем-то, я покупала его в пределах 30 ищанта евро. И скажу вам так. В общем, бренд здесь какой-то вот майка, не майка, как называется. Вот такие вот этикетки здесь висят. Это якобы здесь стопроцентная шерсть, но нет, не думаю, что здесь шерсть. По ощущениям, ну, как бы у меня есть шерстяные вещи, которые я знаю. Разного качества, поэтому здесь мне как-то не ощущается на шерсть. Есть подклад. И подклад такой, ну, ничего, сойдет нормально. Ничего не могу сказать. Два карманчика внутренних. На одну пуговку. Притом пуговки, вот они пришиты абсолютно одинаково. Но обычные пуговки ничего там суперкрасивого нет. И вот эти вот дырочки для петельки, для пуговиц. Также с обеих сторон. Я не знаю почему. Хочешь на левую сторону, хочешь на правую сторону. Я сейчас на себя накинула, можете посмотреть, как это выглядит. Но по размеру, в принципе, не подходит. Но скажу, что мне придется перешить пуговку. Потому что, когда я ее застегиваю, она как бы маловато, узковатая, мне кажется. В общем-то, это такой casual пальтишко. И она идет, как бы, именно вот в моем случае, по фигуре. Если я застегну ее на пуговицу, то видите, она такой вот прям собирается здесь. И вообще, видо никакого. В общем-то, это надо разглазить. И перешить пуговку, вот как минимум, наверное, вот так, что ли. Ничего особенного. Но хочу сказать, что, наверное, все-таки за 35 евро я в Тики Макси могу найти что-нибудь, наверное, может быть, поприличнее. Хотя, ну, вроде бы и ничего. Ну, не знаю. Ну, что-то мне здесь не хватает. Буду я носить или нет, я посмотрю. Я, наверное, все-таки, когда я его распарю, разглажу, и какой будет у него винт. Может, типа, на шепот, какие черные брюки и кеды. С шарфиком. В принципе, ну, не скажу, что у меня чувствует какой-то дискомфорт, когда я его надеваю. Но, в общем-то, вот. Так, что касается одежды. Мы закончили тему одежды. И продолжим тему. Давайте продолжим тему бьюти. Заказала я вот такую помаду по обзорам, в общем-то, девочек, блогеров. Сейчас не могу вспомнить, кого. Вот эта помада под Lime Crime. Lime Crime, да. В общем, пришла она немножко мне в непрезентабельном виде, как видите. Коробочка чуть помялась. Это типа матовая помада, подделка. Ну, что я вам скажу. У меня в оттенке поли. Ой, мне не видно. Да. Оттенки поли. Цвет может и ничего. Кстати, мне подходит. Но это ужасное качество. Я не посоветую это никому. Она ужасно-преужасно высушивает губы. Ее стереть, да, трудно. Только с каким-нибудь таким маслянистым средством. И, в общем-то, не знаю, не буду я ее использовать, потому что мне она категорически не подходит. Да, она стоила копейки, там, евро, что ли. Но, извините, я не хочу. Мне такое ощущение, такое, да, я не знаю, яд, что ли. В общем-то, кто любит очень матовые помады, которые держатся долго, и кого не парит вот это состояние с высушенным губ до безобразия, будем так говорить, и кто не парится по поводу, кто это сделал, Китай, не Китай, и что здесь за состав, то, может быть, за евро это можно купить. Но я, в общем-то, я такое не люблю носить на себе. И, в общем-то, да, здесь, вот, как видите, можно наблюдать такие, в общем, описания, там, что-то, состав, наверное, какой-то. Кстати, это на английском языке. И даже сайт, в общем-то, пока предоставляет limecrime.com. Ну, да, и даже, кстати, есть знак зайчика, о чем говорит, не тестируется на животных. Ну, в общем-то, у меня не было оригинальной помады, интересно попробовать. Кстати, надо попробовать оригинальную, пойти вот даже, ну, не то, чтобы покупать, а вот в магазине, как пробник, да, попробовать. Вот, может быть, они все такие, я просто отстала от жизни, поэтому мне это чудо-монету не подошло. Кстати, вот, не знаю, решайте сами. Следующее, что я покажу, это из категории... Ну, да, давайте продолжим, все-таки я еще красоту продолжу. Вот кисточка, косметическая кисточка для растушевки. Вот это я советую. Очень мне понравилась. Она, я ее вот второй раз использую, она очень мягенькая. Естественно, я ее помыла перед использованием. Очень мягенькая, очень хорошо растушевывает. И да, я ее также брала, заказывала по обзору бьюти-блогеров девочек. По-моему, это была Мариан. Сейчас не помню точно. В общем-то, советую. Да, стоила она как бы там в пределах 4 евро с копейками. Но мне кажется, она того стоит. В общем-то, кому интересно, да, и не облазит, ничего. И, в общем-то, да, вот эту кисточку я вам советую точно. Следующее, что я покажу, это будет бижутерия из категории бижутерии. Вот такое колечко. Пришла она. Дайте я вам покажу. Как обычный пупорчатый пакет. Куча здесь какой-то информации. Каких-то рекламочек, я не знаю. Потом салфетка идет. Ну, это, в общем-то, как был этот бренд, Дайми. Вот его пакетик. И в пакетике лежало само колечко. Колечко также я брала по обзору бьюти-девочек. В общем, кого-то из блогеров. Оно, ну, в общем-то, симпатичное. Симпатичное. Вот так оно выглядит. Якобы вот это пирло, как по-русски, пирло. Жемчужина. Вроде бы, как настоящая, да. И вот это, как бы, сделан металл под красное золото. Но я не знаю, насколько оно там, какое. И как оно будет носиться. В общем-то, увидим. Но стоило оно что-то больше 10 евро. Ну, смотрится симпатично, тоненько, миленько. И, по-моему, на мою ручку. Вот, как бы, это мое. Также там есть и что-то можно подобрать. Серги или кулончик. Ну, в общем-то, я пока не попробовала вот это заказать. И посмотрим дальше, как это выглядит. Ну, мне понравилось. Могу посоветовать, кому такое колечко также понравилось. Кстати, там можно выбрать также металл. Какой-нибудь белый, желтый или красноватый. Ну, в общем, такое колечко. И еще одно колечко я вам покажу. Вот такое колечко. Вот огромнейший бриллиант. Я шучу, но это всего лишь брелок для ключей. И мне он очень понравился. Такой девчачий-девчачий брелок. С таким бриллиантом огромным. Здесь есть несколько вот этих штучек, куда цеплять ключи. И они выглядят, на первый взгляд, очень тоненькие. Но на самом деле они довольно-таки крепкие, да. Такие, ну, в общем, не гнущиеся. То есть ключи точно отсюда не выпадут. И стоило это очень недорого, довольно дешево. И, в общем-то, я заказала парочку себе и на подарок. И вот так это выглядит, что очень также презентабельно. Можно подарить. Такую коробочку ухакованную. Видите, еще есть бантика. Ну, мне кажется, это нормально. Можно подарить кому-то, да. Выглядит хорошо. Следующее, что я покажу, это для маникюра инструмент. Ну, просто лопатка. Отодвигать кутикулу. Отодвигать кутикулу металлическая. И, в общем-то, также под ногтем. Чистители. Ну, в общем, кто как умеет использовать этот прибор. Также стоило копейки. Насколько он мне нужен был, я не знаю. Но, в общем-то, и есть, и есть. Да, и забыла принести. Чтобы показать также деревянные такие же палочки для отодвигания кутикулы. Да, вот. Ну, вот такого. Именно деревянные. Там их очень много. 100 штук стоило 2 евро. Ну, в принципе, я взяла потому, что у нас, скажем, 10 штук стоит 2 евро. Но я взяла их, чтобы их много. Выгодно. Следующее, что я покажу, это средство для снятия лака. Даже не лака, по-моему. В общем, это что-то высушивает перед тем, как нанести гель-лак. У меня нет гель-лака, но, в общем-то, снимает этот жирный слой ногтевой пластины. Это какое-то средство. Я не пробовала, но я брала по обзору девочки. У нее канал называется, по-моему, Love Aliexpress или что-то так. В общем, ее зовут Олеся. И тоже стоило что-то там купить. Я взяла для себя. Не знаю, буду, как это использовать. Но, в общем-то, есть. И следующее, что я вам покажу, это из гряда кухонных приборов. Из таких он назывался Leash. Это такой прибор для нарезки арбуза. Или дыни. В общем-то, аккуратненько можно. Только, в общем-то, разрезаете пополам. И вот половинку вот так вот раз, раз. И получается, что обязательно берете только мякоть арбуза. То есть, один, два. Ну, вот кусочки нарезали без шкурки. Это все именно внутренность. И потом вот таким вот сжимается. Берете за кусочек, сжимаете и его вытаскиваете. В общем, в деле я еще не пробовала. Когда я буду пользоваться, как это работает, я поделюсь с вами в Instagram. А сейчас, пока я мне все, в общем, показываю, как это выглядит. Подписывайтесь на меня в Instagram. Я оставлю все ссылки под видео. И, в общем, там наблюдайте за моими действиями. Следующее. Это такой... Не знаю, зачем заказала. В общем-то, когда получила, думаю, когда я его заказала и почему, и зачем. У него ужасный химозный запах. Это из сайта Wish. Во-первых, это шло очень долго. В общем, в конечном итоге, оно дошло до меня. Это какой-то бокс. Зачем я его взяла? Ну, в общем, бокс для хранения там чего-то. На обуви, какой-нибудь одежды. Господи, как это воняет. Ничего особенного. Просто хлопчатобумажная типа, да, но... Не советую я такую вонизму брать. И вообще, наверное, я его не буду использовать. Потому что он очень воняет. Все вещи завоняются там. И последнее, что я покажу на сегодня из ситайского сайта. Это монетируемый прибор также. А именно это машинка для обработки кутикулы. Да, вот вокруг. Всего такого. В общем, она идет электрическая. У нее есть вот насадки всевозможные. И вот эти вот, которые меняются, да. И вот эти для... Ну, как пилочка, да. Наждачная бумага или как это назвать. В общем-то. Все это без инструкции. Тут есть бла-бла-бла. Вот. Подключается в обычную розетку. Я еще не пользовалась этим прибором. Но планирую пользоваться. А взяла его также по обзору бьюти-блогера Мэри Ан. В общем, если я правильно произношу, извини, если не так. И, кстати, привет. И, в общем-то, у нее есть видео. Если я на это, я вам оставлю, возможно, под своим видео. Где именно эта девочка показывает, как она его использует. Этот прибор именно в работе. Именно обрабатывает кутикулу. Там как удаляется это все. Бла-бла-бла. Ну, знаете, я планирую этим заняться. Попробовать. И поделюсь с вами также в Инстаграм. Но стоило это недорого, поэтому я и взяла. В общем-то, это все, что я вам хотела сегодня показать. Господи, какое длинное видео и сумасшедшее. Все, что я вам хотела показать, что я прикупила на китайском сайте. Что-то советую, что-то не советую. Ну, наверное, больше советую, чем не советую. Вот. И всем желаю хорошего дня. Не только сегодня. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Комментируйте, что вам понравилось больше, что нет. Может быть, что-то у вас уже из этого есть. И поделитесь своим опытом. И я буду ждать от вас в комментариях. Всех целую. Всем пока. Bye-bye. Bye-bye.